Добрейший денечек, дорогие друзья! Ну что, поистине, конечно же, хорошая новость, потому что Федеральная Резервная Система будет использовать XRP. И об этом даже нам говорит Google. То есть я перепроверил информацию и здесь написано следующее 23 часа назад. В контексте заявления Федеральной Резервной Системы выяснилось, что XRP будет использоваться для облегчения блокчейн-части платежного сервиса FedNow, что подтверждает важную позицию XRP в мире криптовалют и финансовых технологий. Ну а кто не знал, Федеральная Резервная Система это специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций Центрального Банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединенных Штатов Америки. И это довольно-таки очень важное заявление в контексте того, что мы услышали это 23 часа назад от Google и Google нам выдал эту официальную информацию. Также сегодня мы поговорим о будущей цене XRP и поговорим о том, что стоит ожидать. Потому как в принципе здесь мы видим, что есть слухи об интеграции XRP в платежную систему FedNow после встречи Ripple с Конгрессом. И также здесь предсказывают следующее, что есть подтверждение того, что XRP будет иметь стоимость 18,5 долларов в ближайшие дни. Так как банки США начнут использовать XRP и XRP вырастет на 2400%. Но это довольно-таки, конечно же, важное заявление. Но опять-таки будем смотреть, как дальше будут обстоять дела. Если это действительно подтвердится, а нам в принципе, что сейчас делает это, подтверждает Google, подтверждает новости о том, что в принципе уже XRP будет использоваться для облегчения облачения части платежных сервисов FedNow. Это довольно-таки очень хороший звоночек. И причем люди, которые сейчас просто взяли и вышли с XRP и не покупают обратно, конечно, отчасти могут делать огромную ошибку. Если мы будем смотреть недельный таймфрейм, то получается, что у нас зона поддержки это район 49 центов. И здесь мы за 200 мувинг пока не выходим. То есть мы уперлись в 52,5 цента и дальше не пошли. Поэтому если мы здесь выйдем в район 54 цента и начнем потихоньку восстанавливаться, потихоньку ломать тренд, который в принципе нам сейчас ликтует рынок, что здесь будет в ближайшее время боковик, и мы сразу будем сейчас выходить, то это в принципе будет очень хороший серьезный сигнал. Если мы говорим про недельный таймфрейм, то на недельном таймфрейме очень все интересно. Дело в том, что по трендовой линии получается так, что мы в принципе с вами в этом месяце не падали до 42 центов. Мы не тестировали, кстати, важную зону поддержки. Если XRP упадет ниже этой зоны поддержки, то здесь в принципе все пропало. Мы будем опять тестировать там район 32 центов, но на это я не ставлю. Я думаю, что это случится 5% из 100. А вот 95% того, что XRP здесь действительно уже ниже мы не будем его видеть. И соответственно он здесь удержит трендовую линию и более того попробует отыграться и выйти в район 58 центов. Это точно. И возможно пойти выше. Поэтому здесь мы видим, что XRP откупили в этом месяце и в принципе возможно готовят его к полету наверх. Потому что если мы будем смотреть, например, такую же ситуацию, которая у нас была. Например, в 2020 году в декабре XRP практически так же потерял свой рост. Но затем наполовину восстановился. Наполовину, то есть это где-то здесь район 60 центов мы увидим. И потом пошел наверх и ушел в район 1.96. Соответственно здесь картина может повториться. Только уровень уже будет там не 1.96, а возможно 3-5, а то и даже больше долларов за XRP. Поэтому в принципе какое-то количество XRP, даже если вы не верите в этот проект, имеет место конечно же взять. Также отчеты предлагает Конгрессу включить XRP в законопроект о CBDC. И это тоже очень важный такой сигнал. В результате революционного поворота событий появилось сообщение о том, что XRP криптовалюта связанная с Ripple может оказаться в центре предстоящего законопроекта. Вот цифровой валюте центрального банка CBDC, выдвинутого Конгрессом США, эти события происходят на фоне вихрей активности вокруг CBDC и динамичного мира технологии блокчейн. Ну что касается в принципе Брэда Гаррихауса, то здесь вот есть такая надпись. Это единственный цифровой актив с юридической ясностью в США. Ну я бы еще добавил биткоин, но все криптовальные активы, конечно же, на самом деле непонятно, что они из себя представляют. То есть это в любой момент может быть ценная бумага. Ну и здесь вот, пожалуйста, мы видим эмблему, на фоне чего они стоят. Что также нужно отметить, что здесь SEC атакует Ripple и XRP, потому что они знают, что Крис, Брэд и Дэвид станут самыми богатыми людьми в мире. 5% всех держателей XRP достигнут богатства поколений. И обратите внимание сейчас, иначе вы пожалеете об этом позже. Ну то есть мы видим процентаж и аккаунты кошельков, да, и соответственно, сколько эти кошельки себя вмещают. XRP, например, 10% от всех кошельков мы видим, что в основном там идет цифра 3500 XRP. То есть в принципе 3500 XRP достаточно купить, чтобы почувствовать, скажем так, это богатство, если действительно у XRP и у компании Ripple все получится. Ну и подводя итоги, что можно сказать, то что здесь на недельном таймфрейме, вернее на месячном здесь, мы видим следующее, то что картина очень хороша и картина очень походит на разворотную. То есть у нас был какой-то bull run в 2021 году, хотя скорее всего я бы сказал, что это коррекция к вот этому падению 2018 года. И получается, когда мы сделали коррекцию в 2021 году, мы пошли на дно, но его не обновили и даже до него не дошли. Соответственно, здесь у нас было дно и, соответственно, сейчас у нас рисуется, скажем так, чашка-сучка. То есть многие могут интерпретировать по-разному и, соответственно, здесь у нас рисуется разворот. И разворот, ну, довольно-таки неплохой намечается. Если мы будем, кстати, смотреть таймфреймы там постарше, например, 3 месяца, здесь мы увидели фитиль, хотя остается 10 дней до того момента, как, в принципе, мы здесь можем тоже опять-таки вырасти. И 6 месяцев, то есть здесь у нас остается 3 месяца, чтобы достигнуть отметки 82 цента. То есть сюда мы еще вернуться в этом году можем, да, то есть нам остается 3 месяца. Это, соответственно, часть сентября, октябрь, ноябрь и декабрь. И, соответственно, вот за эти 3 месяца есть вероятность увидеть отметку 82 цента. Но, как по мне, то есть декабрь, такой дедлайн я ставлю, когда XRP, в принципе, туда вернется. Ну, это исходя из реалий, исходя из, ну, грамотного технического анализа. Здесь мы видим, что на годовом таймфрейме то же самое. Если мы вернемся, то мы можем пойти еще выше и даже дойти до 1.95$ и, возможно, еще выше. Но, опять-таки, мне почему-то не верится, что в этом году это возможно. Хотя новости о том, что XRP будет использоваться для облегчения и облегчения части платежных сервисов AdNow, конечно, говорят о том, что это очень мощная новость. Ну, а если мы будем смотреть на объемы за последнее время, давайте посмотрим, есть ли какая-то активность. По сути, за последние 7 дней мы видим, что сейчас объемы достигали свыше миллиарда долларов. Если мы возьмем годовой таймфрейм, то это низкие объемы, поскольку, когда был памп Ripple XRP, и когда он начинался, заметьте, на отметке 47 центов объемы достигли 10 миллиардов долларов плюс. Да, то есть, такого не было. Ну, здесь объемы были 700 миллионов долларов, а через какое-то время, буквально через час, 10 миллиардов долларов. И, соответственно, о чем это говорит? Это говорит о том, что пока что, видимо, крупный игрок не заинтересован в пампе, потому что сейчас бы были какие-то высокие объемы. То есть, это была бы демонстрация того, что действительно мы можем полететь. Но мы этих объемов сейчас не видим. Однако вот здесь, если смотреть график, такое ощущение, что мы готовы взлетать наверх. Поэтому вот такие дела. Ну, а с вами был Приктор Тейв, всем ночью с пятка и до новых встреч. Продолжение следует...